эй не надо лизать смотрите вчера иди в кроватку в кроватку иди в кроватку иди я это видео наверное уже десятый раз пытаюсь снять я просто не могу снять потому что я просто не знаю с чего начать как вы поняли под названием этого видео да вернемся ли мы в германию представляете я недавно снимала видео о том что я не хочу в германии что мне не нравится германия что германии ужасно что мне нравится америка я к ней привыкла и тут теперь видео вернемся ли мы в германию с чего начать начнем с того что муж уже очень давно с этой мысли играет может быть вернуться в германию обратно по что ему германия очень нравилось и нет уже в каком-то смысле германия все еще как бы нравится но и не нравится я не знаю в таком состоянии что я вот не могу понять хочу в германию не хочу стоит не стоит правильно неправильно да нет я просто я и просто не знал меня как будто рвет все разные стороны я просто не могу решить хочу я не хочу это правильное решение это неправильное решение это это хорошее решение, я просто не знаю, скажу сразу, что это просто как бы, просто я думаю, а что если, потому что это не факт, что его возьмут, это даже не 50%, что его возьмут, просто муж решил отправить резюме в Германию, в города Штутгарт-Висбанн-Ландштуль, ну просто из-за того, что он уже отправил резюме, как бы я сижу думаю, а что если возьмут, да, и как бы у меня уже в голове перекручиваются всякие разные сценарии, питаюсь думать в будущий вперед, а если возьмут, что и как, хочу, не хочу, а будет ли нам нравится, буду скучаться в Америке, понравится мне Германию, смогу я опять обратно к Германии привыкнуть после Америки, хочу ли я вообще в Германию обратно, хочу ли я вообще привыкать, и вот все эти разные вопросы у меня. Скажу сразу, да, в последнем видео я обсирала Германию, что они очень плохо платят, сравнится с Америкой, и кто вообще едет в Германию работать IT-сфере или программистом, если в Америке платят на 10 раз больше, как бы, поэтому, чтобы мне здесь ничего не писали, Муж, если пойдет работать в Германию, то он будет работать на американских государствах, как я сказала, города, как Ланштул, Висбанн и Штутгарт, там находятся военные базы, и на военных базах не только солдаты работают американские, а там работают люди севилья, я не знаю, как севилья называть, это люди, которые тоже работают на американских государствах, на этой базе, но они не солдаты, они простые просто люди. И на базе тоже нужны люди, которые в офисе работают, медсестры, потому что у них там свои госпитали, врачи, хирурги, физиотерапевты. То же самое, им нужны программисты, им нужны айтишники, чтобы все эти системы содержать, это не солдаты работают, а работают простые люди. То есть они сидят в Германии, их перевозят из Америки в Германию, и там они сидят работают, но они работают на американское государство, хотя они находятся в Германии, чтобы вы понимали. Поэтому зарплата будет идти американская, и налоги будем платить американские, хотя живем в Германии. В этом плане я не против, если его возьмут, и мы переедем в Германию, потому что мне сам факт нравится, что мы будем жить в Германии, мы будем ходить по Германии, будем путешествовать, мы будем в магазине покупать немецкую еду. Ой, как я соскучусь по-немецки еде. Но у нас будет зарплата американская, зарплата, кстати, будет на 16 тысяч в год больше, чем сейчас у мужа. Я не знаю, я бы вам назвала цены, потому что я в этом ничего не вижу, я не понтуюсь, я просто говорю, как оно есть, и тем более, что не я зарабатываю эти деньги, а мой муж. Поэтому, чем мне понтоваться? Ну, просто знаю, что опять найдутся люди, которые будут писать всякие разные гадости, что понтуешься, и почему называть цены. Поэтому скажу, что 16 тысяч в год больше эта позиция платит, они будут переезд оплачивать, то есть всю нашу мебель перевезут в Германию, одну машину перевезут в Германию, полет они будут оплачивать, первое время, пока там квартиру не найдем, будут оплачивать. Также квартиру или там дом, что мы там будем снимать, зависит от, будем на базе снимать или будем у немцев снимать. Они будут тоже платить определенную сумму на наше проживание, то есть на аренду. Это не будет идти из зарплаты мужа. Заправляться будем на базе военной, на американские цены, на галлоны, и также они выдают карточки в специальной, где вы по всей Германии, по всей Европе, кажется, есть определенные заправки, я не помню, как они называются, но там с этой карточкой вы покупаете бензин, но на американские цены. Да, очень классно, по идее, будет жить в Германии, потому что нас практически ничего не будет связывать с немецкой бюрократией, мы не будем считаться как немецкие жители, мы будем проживать в Германии, но мы будем считаться как бы, ну, американцами, которые работают в американском государстве. Перенимайте все эти дела, да, с этими пунктами, как-то вот думаешь, жить можно, да, можно подумать, может быть, вернуться обратно в Германию, тем более, что там контракт не то, что там три года проработаешь, и потом мы тебя отправляем, куда мы хотим, как это солдаты мы делают, нет, там просто работаешь сколько хочешь, тебя никто не будет отправлять в другие места, ты в любой момент сможешь сказать, я не хочу больше работать, и тебя опять вернут обратно в Америку со всеми твоими вещами и машиной, и все дела, поэтому... Но с другой стороны, просто я вот думаю, а хочу ли я в Германию, потому что я так привыкла уже к Америке. Три года длилась у меня, пока я как-то более-менее начала привыкаться к Америке, я три года сидела в этой стране, я ненавидела ее, я ненавидела людей, я ненавидела менталитет, я ненавидела, как они строят дома, как они строят дороги, я вообще, я ничего в этой стране ненавидела, Я в этой стране находилась, и я её просто ненавидела. Я ненавидела свою жизнь. Я просто была очень злым и несчастливым человеком. Я думаю, если посмотреть все мои старые видео, когда я только приехала в Америку, как-то, мне кажется, чувствуется вот этот негатив, где я вечно обсираю Америку. Но тогда мне всё так и казалось, поэтому я такой была. И спустя три года, три года в этом аду, в этом негативе я жила. Я как-то начала привыкать, я поняла, что есть вещи, которые в Америке даже лучше, чем в Германии, которые мне даже лучше и нравятся, которые для меня важнее. И как-то я начала привыкать, и я начала смотреться на ту сторону другими глазами, я начала понимать, что не всё так страшно, что вот здесь свои плюсы, тут свои плюсы. Поэтому я думаю, вернуться обратно в Германию, у меня, наверное, опять этот протест пойдёт, потому что я настолько привыкла к многим вещам здесь, что я буду в Германии, и пока я опять обратно привыкну к жизни, к этому ритму Германии, я буду Германию обсирать, я буду сравнять Германию с Америкой, буду говорить, а вот в Америке вот так ужасно, это Германия, а вот это лучше в Америке, фу, Германия. И я стану вот такой вот, как я была. И это очень ужасное состояние, когда вы живёте в стране, в которой вы жить не хотите, в которой вас ничего не устраивает. Это очень давит на психику, это очень давит просто на ваше эмоциональное состояние, да. Это как будто вы в тюрьме, вы туда попали, вы не хотите там быть, но вам приходится жить, и просто всё кажется говном и адом, и концом, конец света. Потом это тоже повод, как-то я боюсь, а хочу ли я в Германию, потому что я понимаю, в Германии магазины не работают 24 часа, по воскресеньям вообще всё закрыто, но это как бы в Баварии, не знаю, как в других федеральных земле. Эти немцы такие... Да, да. Шкаф придётся покупать, потому что в Германии же шкаф покупают, где хранят одежду, это, то есть опять траты в несколько сто... Несколько, да, сто евро, чтобы купить нормальный, хороший, большой шкаф. Потом опять думаешь, блин, а зима, а холод, дождь, это сырость, это вечно вот этот дождь, и это пасмурно, и вот просто эта темнота. А в Германии, вот реально, Германии мне абсолютно погода не нравится. Как только представлю, что даже летом нормального лета нет, и что лето реально как будто длится две недели, и потом уже опять вот этот холод, ветер, вечный дождь и вечная темнота. А я так привыкла в Техасе, вечно солнце, хорошее настроение, тем более, что я человек, я очень завишу от солнца, у меня реально настроение по погоде, и когда вечно темно и холодно, я такая же становлюсь. Потом в Германии мои вечные герпесы, потому что из-за этой влаги, из-за этого холода, из-за этого ветра, я всегда с герпесом ходила, уродливая, страшная. Как везти машину в Германии? Вообще представления не имею. С нашими американскими машинами, которые по европейскому стандарту вообще не подходят, потому что что машина мужа, что моя, они длиннее, чем немецкие машины, и они шире, чем немецкие машины. Как мы будем парковать? Или вообще как я буду за рулем в Германии? Я вообще не представляю. И вот это все такие вещи, о которых я вот думаю. Да, деньги будут, все будет хорошо, но смогу ли я привыкнуть назад к немецкому ритму жизни, к их правилам, к их закону, к этим людям? Знаете, в Германии у меня всегда было такое чувство, что я должна понтоваться, что я должна всегда показывать, что я красивее, я лучше одеваюсь, я лучше крашусь. Всегда на каблучках, всегда такая все одета, при марафете. Я не выходила из дома, не накрашенная, даже пусть и в ближайший супермаркет всегда хоть как-то надо лицо нормально сделать, не пойду же я просто в супермаркет, в ближайший там, который, не знаю, 200 метров за углом, как бомж. А в Америке этого нету, всем вообще наплевать. Если в Германии мне всегда казалось, что на тебя все косо смотрят, и вы знаете, сверху вниз смотрят так. В чем она одета? Не подходит вообще, не стильно, макияж, фигура. Ну, почему-то мне кажется, что в Германии такие вот люди. А в Америке просто всем наплевать. Я могу пойти в магазин, как я хочу. Я хожу, если у меня герпес, не знаю, на подбородке выскакивать, я не стесняюсь. Я иду в магазин жирными волосами, не накрашенная, в спортивной одежде, быстренько так, а тук-тук-тук. Никто на мне внимания не обращает. В Германии, мне кажется, вечно вот надо это что-то показывать, показывать, что... Я от этого отвыкла. Но, с другой стороны, мне очень привлекает та мысль, что, а почему бы и нет поехать в Германию, если мы поедем по такому путем, и у нас будут деньги, и мы сможем спокойно на выходных разъезжаться в разные места, и опять ходить пешком, и кушать донер, и иметь красивую квартиру, или даже дом снимать, где стенки хорошие, где я не буду слышать пердежин моего соседа, за стеной. Почему бы и нет? Как бы пока мы молоды, нафига сесть на одном месте и типа купить дом, и уже вот все жить за годами. Пока мы молоды, если такие возможности, почему бы этим не пользоваться? Это не значит, что мы до конца нашей жизни будем в Германии. Если что-то нас не устроит, мы сможем и вернуться спустя пару лет, как бы. И потом я тоже думаю, я в Германии всю жизнь провела, неужели за 4 года я могу так отвыкнуться от Германии, что я не смогу больше привыкнуть обратно к стране, в которой я всю жизнь жила. Я спокойно жила, что по воскресенью магазины закрыты, я спокойно жила, что проезды таки дорогие, что на каблуках вечно ходила, что на меня люди всегда смотрели, оценивали. Я же спокойно жила, нормально, и все было хорошо. Это было нормально. Неужели я не могу обратно привыкнуть? И с погодой я тоже с этой ужасной жилой все равно выходила и находила чем заниматься. если дождь и пасмурно, все равно выходила на улицу, садилась на автобус, на электричку, в метро, и ехала в центр города, встречалась с подружками в кафе, и мы в кафе сидели, пили чай, кофе, ели там что-то вкусненького, и все равно проводили время. Нам как бы погода не мешала, хоть дождь, снег, слакость, мы все равно выходили из дома, все равно что-то делали. Я не знаю. С одной стороны, я думаю, ну, если возьмут, то как-то выбора не будет. Будет так, что ну, нас взяли, почему и не поедем? Как раз нас взяли. Если нас не возьмут, ну, тоже хорошо, как бы здесь будем дальше свою жизнь устраивать. Я просто не могу решить, хочу ли я, не хочу я. С одной стороны, хочется в Германию, а с другой стороны, не знаю, боюсь, не хочу, задумываюсь. Если это было бы два года назад, и муж так бы сказал бы, я бы сказала, давай, хоть завтра, когда переезжаем, я уже могу сейчас начать вещи паковать. Я готова в любой момент. Ну вот, видимо, реально привыкла уже к Америке, и как-то уже... Тем более, знаете, я сейчас больше знаю о взрослой жизни в Америке, чем в Германии. Я больше разбираюсь здесь, как начать налогов, как устраиваться на работу, какие права я имею, как человек, который на кого-то работает, как арендовать квартиру, как покупать машину, как продавать машину. Вот такие вот все вещи, которые для жизни, как бы, когда вы живете в стране, я больше разберусь в Америке, чем я разберусь в Германии. Я не знаю, как в Германии купить машину, как это с кредитом, купить дом, арендовать дом, арендовать квартиру, ехать на дорогах на машине, я права, я вообще ничего не знаю. Поэтому, да, это было все, это было все, это было все такое разговорно-сумбурное видео. Хочу вам сказать, что я создала группу ВКонтакте, если вам интересно, подписывайтесь, я не знаю, если я ее, я ее начала, и мне интересно, на такой человек сегодня мне интересно, а через две недели я могу это все забросить. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, я думаю, я там буду обсуждать разные темы, писать мои мысли, что меня сейчас бесит, что произошло, буду выкладывать те же видео, которые с Ютьюба, буду туда их выкладывать, чтобы они там были. Да, может быть, мы там сможем общаться, потому что, мне кажется, Контакт популярнее в России, чем Ютьюб. Как бы Ютьюб тоже популярный, но ВКонтакте все сидят, поэтому. Если вам это видео понравилось, ставьте мне лайки, подписывайтесь, и увидимся в следующем видео. Пока!